Стран Восток Что-то коричневое в тарелке Продвигается с пяти надкусов Валдис соглашается с четырёх Макаревич настаивает на трёх Валдис соглашается с двух Макаревич говорит, пробуйте Валдис пробует и говорит, вы знаете По-моему это вообще не едят И вы совершенно правы попадаете в финал Говорит Макаревич, у нас в гостях Валдис Пейдж Доброе утро Андрюш, а что же было всё-таки Такое было Это у тебя наступит, я не помню Такого лёгкого пикирования Я думаю Ведущие популярных программ Они начинают своё утро Доброе утро, уважаемые телезрители Я бы хотел сегодня вам предложить Рецепт достаточно известного блюда Фаршмак, вы его наверняка знаете Но, скажем так, такой необычной обработки Для этого нужно взять простую селёдку Её нужно почистить И вот тут наступает момент лёгкого позора Потому что я, как правило, пользуюсь уже почищенной селёдкой Андрей Вадимович Андрей Вадимович, где вы берёте почищенную селёдку? Я скажу, в нашей торговой Существуют всё-таки некие профессиональные тайны Поэтому я обращаюсь к нижнейшей просьбе К Андрею Вадимовичу Селёдочки две Отделить от головы Будем учиться И продемонстрировать А я, кстати, заодно и выучусь Да, поэтому учиться Лучшее учение – это практика Вот так Вот так Я понимаю, что не все мужчины, особенно такие красивые, которые любят касаться селёдки руками А помните рассказ, да, про Ваньку Жукова? Да А он ей на её… мне вхать возьмём слово Он не оттель чистить её начал? Да, естественно Значит, хочу тебе сказать честно Я ведь тоже небольшой специалист В плане чистки сельдя Угу Но мы сейчас пойдём, так сказать Мысля, мысля Во-первых, в сельде есть кишки Да, их нужно Которые нам не нужны, да? Во-вторых, мне кажется, что если сделать вот такой лёгкий надрез Угу Вот такой лёгкий-лёгкий надрез по спине Угу То шкурка Сойдёт собака сама Угу Сейчас мы в этом убедимся Так, во-первых, вот здесь я нашёл жирную молоку Было бы глупо его бросать, верно? Ну, вариант Да, кстати, я ещё хотел добавить, что в принципе в идеале для форшмака Использовать нужно селёдку с вечера, замоченную в сливках или в чае Вот, так что, ну это как бы уже такой изыск Вот смотри, видишь, я так беру просто руками, вот с этого надреза Я не могу сказать, чтобы я вообще так вот виртуозно её чистил, да? Ну, дело в том, что, Андрей, у тебя же, как у каждого музыканта Должен быть ноготь отточенный, которым ты цепляешь струны гитары Как у каждого гитариста, да? Да, как у каждого гитариста Вот, у меня такой ноготок есть, хотя я на гитаре не играю И знаешь, я им очень ждачно подцепляю шкурку И, по-моему, я тебя обгоняю уже потихонечку Так, будем мыслить дальше Теперь нужно избавиться от костей От костей? Селёдочной Я думаю, что это надо сделать таким образом Теперь мы будем это мелко резать, да? Да, мы будем это мелко резать и одновременно замачивать хлеб Так, тогда позволь, я замочу хлеб В чём? В сливках В сливках Можно взять булку Булка у нас есть Освободить её от кожуры То есть от костей Взять мякиш Можно помыть руки И мякиш замочить в сливках Помыть руки, дабы селёдочный аромат не распространялся Не, ну, в любом случае мы придём к селёдочному аромату Да, но можно всю кухню уделать по пути к этому делу Много ли хлеба? Ну, я думаю, что булки хватит А может быть даже поменьше Поменьше, поменьше, наверное, ну где-то там Половина Ну, давайте половину Вот так Я бы хотел бы, лучок, мелко покрошить луковичку А, вот я облегчу твою задачу Это замечательная есть штучка такая Да, первый год ты страшно плакал Нужно предварительно разрезать Да, ты порежешь просто на четыре части каждую луковицу На тебе отдельный нож А я это всё изрублю в мгновение ока Так, замачиваем, да? Жалко, столько сливок Хватит, наверное Мы пожулькаем, и нормально Так, мы жулькаем Давай я буду жулькать так Да Нет, её нужно разметнуть А я займусь одной луковицей, хватит? Да, хватит Луковичку нужно Показываю Во-во-во-во, вот именно так Вот я помню Так, и лучок надо сразу на сковородку И с перцем чуть-чуть поджать Чуть-чуть Сейчас мы сделаем Где, как положено Маслица Вот, и теперь, теперь, теперь Перца Чёрный перец И лучка туда Так, тем временем Мы измельчаем селёдку Маленько только, маленько-маленько Ну, у тебя прекрасно получается Вот, ну ты мне помогай, помогай Сейчас, сейчас, сейчас даже Тут очень серьёзное дело Масло распустить Лук обжарить Знаешь как? Оно бывает Ну, хорошо, селёдки достаточно получается Похоже на то Так, держи, держи Опа Не обрукав Так, теперь мы добавляем В пензи хлебно-сливочный И лук пора уже сюда кидать Иду Я думаю, что Ну, ещё чуть-чуть Ну, вот Вот, вот ещё и всё И хватит Так, всё, можно кидать сюда Горячее, осторожно И так, говоришь Так, теперь мы это Сейчас я руки сполосну Давай Кстати, хороший Рецепт в том, что Надо часто мыть руки В принципе, и таким образом Мы у нас Хочу тебе сказать, что В случае селёдки Да Это не очень помогает Мой, не мой Есть один способ Я просто говорю Потому что люди Приучаются мотер руки Есть один способ Которым я с удовольствием поделюсь С тобой и с телезрителями Единственное, чем можно Моментально Отмотер руки От запаха Солёной рыбы Ты не поверишь Это капли пива Солёная? Да, ты опала Солёная пива Они будут пахнуть пивом Нет, пиво не интервизует запах рыбы Пользуйся этим постоянно Вот, получилась такая кашица Некрасивая Некрасивая Дело в том, что мы всё Как бы Довершим последним финальным аккордом Потому что мы сейчас Это дело поставим на полчаса в духовку Чтобы это всё подрумянилось Давай мы поставим Не в духовочку А с одной испытаем аэргриль Аэргриль? Да, у нас стоит такая красивая штука Я никогда её не пользовался Говорят, он хорош тем, что он Как бы запекает одновременно Как ты думаешь, какая температура нам нужна? Я думаю Чтобы не соврать Знаешь, я всегда на глазок прикручивал Поставим среднюю Где-нибудь 180 Давай А и как раз хорошо будет Мы будем подбегать и всё видеть И на какое время? Ну, если он аэргриль Ну, да, ну, 15 15 Ну, а теперь я рискну, собственно говоря Предложить тебе, Андрею, в первую очередь И телезрителям, в вторую очередь Коктейльчик Вот это самое пьянство с утра Нет Значит, этот коктейль, в принципе, он не утренний Хотя он может быть и утренний Он предназначен для той ситуации Знаешь, вот когда бываешь там На какой-нибудь приёме, бате И вот вроде выпил немного вина, портфель Ещё что-то тебя в сон клонит Особенно портфель Да, портфель Ну, не знаю Я не знаю, что ты там Ну, вот там выпил чуть водочки И вот что-то вот как-то сон виростное Надо взбодриться, открыть глаза Для этого существует коктейль Красная Девалята Я его называл раньше Но в силу, как бы, агрессивности такого названия Очень, как у многих людей отпугал Я решил его переименовать к коктейлю «Гадай мелодию» Значит, там нет никакой америки Скромно Вот приятно Заметь, название не требуще «Угадай мелодию» Там нет никакой америки открытой Это модифицированная кровавая мэри Но модифицированная, на мой взгляд, достаточно удачно Мы на дно бокала Капаем табаску Табаску Я предпочитаю капли четыре Капли четыре Страшная вещь, страшная Раз, два, три, четыре Отлично, мне тоже сделать Позвольте Ну, давай Раз, два, три, четыре Вот Теперь мы берём ворстершерский соус Ещё раз Ворстерширский Написано Ворстершир Прочее вустерский Вустерский Ну да Вот, мы его открываем И наливаем чуть побольше О-о-о-о Хватит, хватит, хватит Раньше Там не переборщи Он будет слишком кислым Ага, ага, ага Теперь мы наливаем томатный сок Да, сок Если уж мы как бы занимаемся таким ручной работой То сок должен быть хороший Это я как бы обращаю Вот я я вижу хорошим, густой Я ждал, костя Я старался А-а-а То есть Желательно не покупать дешёвых таких водянистых томатных соков, потому что они невкусные. Абсолютно невкусные. Вот. И так, вроде, сначала всё идёт как классическая кровавая мэри. Потом мы берём водку. Но мы берём водку непростую. Смотри, вы отвлекаетесь. Водку непростую, а мы берём водку перцовую. Вот в этом как бы первое изменение. И наливаем это по лезвию ножа. Если сок томатный достаточно густой, можно без ножа, наливаем одну... Каплю? Нет, ну ни одну каплю. Скажем так, соотношение один к трем, один к четырёх. А вот что по поводу лимона? Никаких лимонов. Лимон здесь абсолютно лишний. Это ценно. Тоже отличает от Владимира... И завершит разгром немцев под Москвой простая ароматическая добавка, которую мы в центре так высыпаем. Вот. Коктейль пьётся залпом. То есть, тянуть его, как бы цедить и... Крайне опасно. Смаковать, вот. Смаковать. Крайне опасно. Вот. Если ты готов, то, несмотря на ранний утренний час, я думаю, что телезрители не содрогнутся, мы это попробуем. Давай откроем наши глаза. За ваш талант. И за вашу замечательную передачу. Причём, как ты заметил, он достаточно мягкий. Он достаточно мягкий. Он пьётся очень легко. Но при этом, заметь, эффект просто поразительный. Тебе не понравилось? Подожди, нет, я не знаю. Тебе не понравилось? Очень понравилось. Ты видишь, как у меня что-то... Глаза открываются. Нет, действительно, глаза открываются. Я очень люблю этот коктейль. К сожалению, в силу того, что нельзя злоупотреблять спиртным пью. Его достаточно редко. Но когда пью, радуюсь жизни, как мальчик, как в первый раз. А тем временем? Да, а тем временем, я думаю, надо на всё это посмотреть. Она должна зарумяниться, да? Да, она должна подрумяниться. Ну, тогда мы подождём ещё пять минут. Нет, знаешь, я бы всё-таки предложил сначала попробовать. А тогда пропадёт внезапная закуска, понимаешь? Тогда внезапная закуска, чтобы она не пропадала. Это хороший тост. За то, чтобы не пропадала внезапная закуска. Внезапная закуска. А потом я тебе знаю много лет, а сейчас ты как-то привык тебе верить. Это хорошо. Это хорошо, Андрей. Знаешь, ты просто меня успокаиваешь с каждой минутой. Ну что ж, уважаемые телезрители, ваше здоровье. Но помните, что коктейль, в общем-то, он вечерний, а не утренний. Поэтому утром не злоупотребляйтесь, как мы сейчас с Андреем Вареновичем. Ваше здоровье. Ну, пора ответствовать за то, что мы здесь не готовили. Отличнейшая штука. Дорогой Валдес, в знак того, что ты нашел время посетить мою кухню... Я, в конце концов, позавтра. А также, чтобы впредь у тебя с утра открывались глаза без помощи алкогольных напитков, лично от нас и от нашего спонсора, австрийской фирмы Юнит, вот такой у тебя подарок. Ой, спасибо огромное. Вот, обработку забудь. Хорошо. Счастливо. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!